В эфире телеканала Самара Гис, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Вывернут карманы. Считать чужие деньги занятие может и бесполезное, и не совсем этичное, но зато какое увлекательное. Уникальная возможность полюбопытствовать, сколько чиновники накопили на черный день, а сколько потратили на себя и родственников, вскоре представится всем самарцам. Достаточно будет заглянуть на интернет-странички присутственных мест. Этой весной там появится официальная информация о толщине кошелька народных слуг. Верить ей или нет – вопрос отдельный, но согласитесь, изучение пусть хотя бы верхушки айсберга – занятие тоже познавательное. И здесь, как говорил идейный вдохновитель перестройки, главное, чтобы процесс пошел. В Самаре он стартовал на неделе с подачи мэра. Дмитрий Азаров пообещал подчиненным, что лично проследит, как они сдают декларации о доходах, и пригрозил увольнением тем, кто не готов показать все, что скрыто. То, что будет проверена каждая декларация, и в том числе я лично это возьму на контроль, можете быть уверены. Я уже не говорю о том, что кому-то придет в голову что-то утаить. Я прошу всех очень внимательно к этому отнестись, потому что у нас есть опыт прошлых лет, когда по недосмотру ошибочно были заполнены декларации. Опыт прошлых лет – это 28 административных дел в отношении муниципальных служащих только за 2012 год. Кто-то не указал справа в доход от продажи автомобиля, кто-то запамятовал, что является учредителем коммерческих фирм. Такая избирательная амнезия чиновнику может стоить карьеры. Как раз за эти самые грехи в Тольятти сейчас прокуратура требует через суд увольнения высокопоставленных сотрудников администрации. В Самаре же Дмитрий Азаров уже предупредил подчиненных, поблажек не будет. И во избежание недоразумений потребовал, чтобы декларации они сдали на месяц раньше положенного срока, чтобы было время для работы над ошибками. Очень внимательно, очень ответственно. Любая ошибка ставит под угрозу нашу репутацию администрации города в целом. Если кто-то что-то задумал, лучше заявление сразу пишите, еще до декларации. Посмотрите, вон примеры, которые в том числе в Государственной Думе есть. Эксперты единодушны в оценке действий Самарского городоначальника. Есть определенные сейчас условия определенного давления, которое оказывается на муниципальные органы власти. И в этих условиях глава города в данном случае берет на себя ответственность за достоверность декларации. Есть пристальное внимание. Есть случаи, когда ряд муниципальных случаев привлекается к уголовной ответственности за определенные пока правонарушения. Я считаю, что это вполне адекватная реакция. И она только дисциплинирует. Мне кажется, что Азаров подчеркивает, акцентирует порой даже намеренно свою встроенность, готовность работать в региональной вертикали власти. Последние несколько месяцев принято любые события, происходящие в области, связывать с именем Николая Ивановича Беркушкина. И в данном случае, по-видимому, мы тоже имеем все основания выйти на его слова о очень жесткой ответственности, которую будут нести руководители муниципалитетов за поддержание должной финансовой дисциплины. Вот только хотелось бы, чтобы Николай Иванович в каком-то следующем выступлении обратил внимание на чиновников не только муниципалитетов, необходимо и хорошо, что обратили внимание, но и на чиновников областных организаций. Ибо коррупция в подведомственных ему областных организациях ничуть не меньше, чем муниципальных. С этого года, кстати, чиновники и депутаты всех рангов обязаны будут не только раскрывать размер своей заначки, но и отчитываться о расходах. Выяснить, насколько первая отличается от второго, предложил еще Дмитрий Медведев. Когда был президентом, в декабре Госдума приняла закон. Соответствующие поправки на своем уровне на неделю внес и Самарский региональный парламент. Отчет о тратах нужно будет предоставить за 2012 год. Причем в декларации чиновники и депутаты должны указать сведения не только о себе, но и о своих супругах и детях, даже несовершеннолетних. Расходы семьи не должны превышать совокупный доход за три года, в противном случае дело может заинтересоваться прокуратура. И если слуга народа внятно не объяснит, как умудрился шиковать на одну зарплату, ему грозит конфискация. Эксперты в целом одобряют ужесточение контроля, в общем-то это мировая практика, но с оговоркой главное, чтобы сбор деклараций с чиновников не превратился в декларацию о намерениях. С точки зрения опять-таки общественного контроля, а как мы будем видеть, как это происходит? Как мы будем видеть, что не в отношении, скажем так, избранных или неугодных начинают проводиться определенные мероприятия по, скажем так, выявлению вот этих нюансов, а в отношении всех? Первый этап работы мы прошли. Все стали декларировать то, что на них имеет место быть. Ну, что дальше с этим декларацией будем делать? Кто будет сопоставлять? Кто будет встречать? Кто заниматься будет анализом? Кто будет привлекать к ответственности дальше? Какой ответственности? Исключительно целесообразно. Но только в одном случае. Если сделав этот первый шаг, мы сделаем потом и второй. То есть, если мы действительно обнаружим существенное расхождение между доходами и расходами, то мы возьмем за бока носителей этих расхождений. Проще всего никаких деклараций не собирать, а выехать на окраины Самары, там, где новые коттеджевые поселки. Каждый дом многомиллионной стоимости. Посмотреть собственника этого дома и прикинуть его зарплату за указанные три года. Выяснится, что даже за 30 лет ему зарплата не хватит. Я надеюсь на то, что это, а, не компания, а я надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. А гарантии того, что эта работа будет продолжаться, дойдет она до какого-то завершающей точки, наверное, никогда не дойдет. Потому что человечество всегда было коррумпировано, воровало, и этот грех всегда у людей был. Ну а что же думают граждане насчет нововведения? Социологи Левада Центра провели опрос и выявили такой вот парадокс. 70% россиян не доверяют сведениям о доходах и имуществе, публикуемых госслужащими. Но при этом 57% респондентов на вопрос, надо ли дальше их публиковать, твердо ответили – надо. Так что наличие или отсутствие антикоррупционного эффекта от этих деклараций в конечном счете упирается в простой вопрос. Будет ли общественный контроль за этим процессом? Причем контроль настоящий, а не его имитация. Ведь в той же Европе, где люди, в общем-то, равнодушны к тому, что депутаты – люди далеко не бедные, любое сокрытие доходов мгновенно ставит крест на политической карьере. Учитывая вездесущность тамошних СМИ и наличие острой политической конкуренции, такие факты мгновенно становятся достоянием общественности. Где деньги, Зин? Этот вопрос на неделе волновал и тех, кто далек от властных коридоров. Сотни человек, проигравших в рискованной операции под названием «Долевое строительство» и оставшихся без своих накоплений у разрытого котлована, вновь напомнили о себе. Во вторник в сквере Калинина в Самаре прошел первый в этом году митинг об антокдольщиков. На акцию собрались люди с разных объектов, с разными историями, но с одинаковым финалом. Все единичные уголовные дела, которые были возбуждены, к сожалению, по этим уголовным делам к ответственности привлекалось только одно физическое лицо, когда на лицо был сговор группы лиц, без них ни одного чиновника, ни одного, только бизнесмены. Олеся Шибалина, один из организаторов митинга, вкладчик компании «Патио», деньги за жилье отдала еще в 2004 году. Дом до сих пор не построен, многие квартиры, по словам дольщиков, были проданы не единожды. Строители заработали на объекте больше 100 миллионов рублей. Цифры, сразу оговорюсь, неофициальные. Это подсчеты самих несостоявшихся новоселов, которые теперь пытаются понять, куда же ушли их миллионы. Эти деньги куда-то потрачены. Ну где там на Канарских островах, на вилах, где эти денежные средства? Мы обращаемся к Министерству строительства для того, чтобы это была работа, слаженная всех структур. Чтобы не было галочек в отчетах, чтобы эти структуры не друг на друга кивали. Это обращение не осталось глазом выпиющего в пустыне. Невиданное дело. На митинге присутствуют представители всех силовых органов и министр строительства. Алексей Гришин, демонстрируя готовность к диалогу, успокаивает собравшихся. С прошлого лета количество проблемных объектов в регионе уменьшилось почти в три раза. Сейчас осталось 55 долгостроев. И там все по плану. Это аукционы с обременением. На сегодняшний день утверждается порядок. В качестве компенсационной меры таким застройщикам будут передаваться участки. В качестве обременения решения проблем дольщиков. Вопросы надо решить просто по, как сказать, стимулированию строителей. Они достроят, рассосут эту проблему. Есть выгодные объекты. Примите, управленчики, решение попыстрее, пожалуйста. Для решения этих проблем выделены на сегодняшний день субсидии, которые распределяются в рамках определенного порядка. И с нарушением этого порядка я субсидии распределять не могу. Иначе при неправильном выделении субсидии посадят меня, мягко говоря. Люди, которые ждут новоселья годами, соглашаются еще немного потерпеть. Время Х, когда в Самаре обманутые дольщики должны исчезнуть, как явление уже обозначено. Губернатор Меркушкин еще в своем послании заявил. Крайний срок – это 2014 год. Но пока власти и те, кто пребывает без крыши над головой, существенно расходятся в цифрах. По данным областного Минстроя, обманутых дольщиков в регионе сегодня почти 7 тысяч. По словам самих соинвесторов, в разы больше. Весь вопрос – как считать. Что такое пострадавший дольщик? Человек, который отдал свои средства, но по тем или иным причинам, который не получил готового жилья, готового жилого помещения. Если исходить из такой точки зрения, то таких более 20 тысяч человек есть дома, которые в 95% готовности. И там еще можно рассматривать вопрос о том, чтобы самим сложиться и достроить. А есть дома, где готовность даже не то, что котловано нет, а стоит, допустим, ветхое нерасселенное жилье. И там расходы будут совсем другие. Дольщики без помощи государства не смогут это сделать самостоятельно никогда. Кроме нас самих нам никто не поможет. Было проведено собрание дольщиков, где было принято решение не ждать, так сказать, какой-то помощи извне. Принцип «помоги себе сам», о котором говорит один из участников митинга Валерия Кузьмина, оказался единственным выходом для него самого и еще несколько десятков человек. Уникальный для Самары случай. После того, как стало ясно, что «Фортуна» – это название ферма-застройщика, повернулась к ним в спину, и дольщики скинулись сами, набрали 140 миллионов рублей и построили 14 этажей. Дом готов. В нем есть все блага цивилизации, кроме отопления. Но подключат его только тогда, когда здания ведут в эксплуатацию. А с этим проблемы. Госстроенадзор отказал в визе, пока не устранят все недоделки. Новоселье, которое должно было случиться под Новый год, отложилось на неопределенный срок. И будущие соседи пока пытаются радоваться любой мелочи. Это на что ключики? На домофоны? Домофоны вам поставили? Да, не вижу где. Ой, ну мы вас поздравляем. У нас не у них домофоны стоят. Раз домофоны стоят, значит, уже дом, в принципе, жилой. Все там есть. Холорильник включен, уже там положил колбасу замерзну. Думал, что в этом году въедем. Я даже одну ночь переночевал. Маленькое наплошное совершили. Обычную кошку запускают в первую очередь, а вы сами переночевали. В своих бедах дольщики винят не только бюрократические проволочки, но и тех, кто, оказавшись с ними, в одной лодке превратился в балласт, тянущий всех ко дну. 38 соинвесторов, когда встал вопрос о судьбе дома, категорически отказались доплачивать. Видимо, не поверив в успех этого безнадежного с их точки зрения мероприятия. Теперь же, когда до новоселья остались считанные миллионы и несколько подписей, именно те, кто оказался за бортом и мутят воду, уверены их оппоненты. Многие голосовали за то, что сосед сдаст, а он посидит. Постает в сторонке, посмотрит, что и как пойдет. Вот, менталитет, наверное, такой у нашего народа. Я всем уже этим неплательщикам не единожды говорил. Это не частный дом. Когда построил первый этаж и 10 лет купишь на второй, это общая долевая собственность, где, как говорят, соответственно, один другого ждать не может. О скандалившемся долгострою помочь обещали областные власти, выделив субсидию. В сторону помощи повернулись в том смысле, что нам подсказывают, какие бумаги как дальше оформят, и, значит, то, что, зачем дальше надо оплатить, или какой вид работы следующей надо выполнить. Но это не значит, что нам дали какие-то послабления. Пока мы все не сделаем, что положено, вот, идеальному дому, все, что положено сделать от начала до конца, у нас никто дом не принял. Вся проблема в цене вопроса и в сроках. Дольщики прикинули, от новоселья их отделяют 20 миллионов. Областной Минстрой в ответ на официальный запрос цифры пока не уточняет. Тем временем областная прокуратура ведет проверку, как расходовали деньги на объекте. И застройщик компании «Фортуна» и ТСЖ «Надежда», созданные дольщиками. В ожидании результатов люди нервничают. Есть всякие космажорные обстоятельства, они всегда почему-то случаются. И почему-то именно на нашем доме. Многие взяли кредит не только на квартиру, но и на ремонт. Я рассчитывал к новому году уже жить здесь, заехать спокойно. Я из-за этого и сделал ремонт. Ремонт, причем, полностью сделал. Единственное, вовремя, как говорится, я потолки натяжные еще не сделал. Вот единственное, наверное, на 50 тысяч рублей, которые потолки стоят, вот не попал. А весь ремонт полмиллиона, вот считай, сейчас, возможно, коту под хвост пойдет. Прокуратура успокаивает. Этот объект один из проблемных, поэтому инициирована была прокурором области подобная проверка. Она никаким образом не влияет на строительные работы, поскольку деньги уже освоены, пострачены. Строительство идет своим чередом, если оно идет, а проверочные мероприятия идут параллельно. Проверку в прокуратуре пообещали закончить не позднее марта, так что судьба долгостроя на улице Калинина решится в ближайшие дни. Мы рассчитываем на 1 мая здесь делать шашлыки у этого озера, жить в своих квартирах, плавать, если погода позволит, как утки. Ну а если, как говорится, данного не будет момента, значит будем образовывать пикеты, будем заловы везде писать, во всей инстанции. По какому из двух сценариев будут развиваться события, обещаю вам рассказать в следующих выпусках, так что ждем новых подробностей. А на сегодня у меня все, удачи вам, увидимся.